Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как работает магнитный тормоз на мультипликаторной катушке. Для начала посмотрим, как же он устроен. Для этого снимем правую стенку катушки и вытащим шпулю. Шпуля изготовлена из металла. В правой стенке катушки встроена специальная система, которая состоит из постоянных магнитов и из специального переключателя, который за счет вращения двигает эти магниты относительно шпули. Таким образом приближая или удаляя магниты от нее. Если вы не прогуливали уроки физики в школе, то знайте, что при движении проводника в магнитном поле в нем наводится электродвижущая сила, которая зависит от силы магнитного поля, от квадрата расстояния от магнита до проводника, ну и от площади, на которой воздействуют сами магниты. Значит, эта электродвижущая сила наводит в проводнике, то есть в нашей шпуле, электрический ток, который, проходя через шпулю, создает свое собственное магнитное поле, которое направлено противоположно полю, создаваемому постоянными магнитами. Когда эти два поля взаимодействуют, шпуля катушки тормозится. Значит, это самая простая система магнитного тормоза на катушках. Сейчас я вам покажу немножко другую конструкцию. Вот это моя нынешняя катушка, называется она Dive Omega Force. Тут все устроено довольно интересно. Отвиньте болтик и посмотрим, как же устроен тут магнитный тормоз. Вот я снимаю правую стенку. Что же мы видим? На шпуле мы видим специальный кольцеобразный выступ, который входит в вот такую вот прорезь. Здесь же магниты выполнены в виде двух колец, между которыми как раз входит тот кольцеобразный выступ шпули. За счет этого получается, что при вращении вот этого переключателя у нас регулируется не расстояние от шпули до магнитов, а площадь поверхности. Значит, таким образом, на вот этой конструкции мы видим, что мы регулируем расстояние от шпули до магнитов. А как мы помним, электродвижущая сила зависит от квадрата расстояния, то есть от расстояния во второй степени, но от площади соприкосновения в первой. Поэтому регулировка на этой катушке более плавная и зависимость прямая. Здесь же зависимость квадратичная. И в итоге получается так, что реально магнитный тормоз на этой катушке начинает работать только вот с последней третьей делений. Вот это вот его реальный рабочий диапазон. В то время как на этой катушке рабочий диапазон в полную шкалу. Ну вот, собственно, все. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Спасибо за внимание.